Молодой водитель на Митсубиси утверждает, что был пристегнут ремнем безопасности. Тем не менее, он все равно развил головой и лобовое стекло. Хотя травма со временем все более явно стала напоминать о себе, но вызывать медиков он не стал. Решил, если самочувствие еще больше ухудшится, сам приедет в больницу. Тоже движение, вы видите, какой? А как без бензина можно еще кататься по городу. Он говорит, что у него бензин получился. Первое столкновение произошло между двумя иномарками. В автомобиле «Шкода» закончилось топливо. Двигатель заглох. Водитель выставил знак, сел обратно в машину и стал звонить друзьям, чтобы те привезли бензин. Но в следующий момент сзади влетел «Ланцер». А у вас скорость большая, что ли, была? Да 70. Он встал, он просто стоящий был. 70, может 80. Наибольший. Ну тут же положено так. Несмотря на то, что превышение разрешенной скорости на 20 км в час не облагается штрафом, тем не менее, ехать даже по южной трассе больше 60 все равно считается нарушением. На проспекте «Победы» полихачить позволяют себе многие автомобилисты. В итоге на скорости вовремя заметить стоящую с аварийками машину оказывается непросто. Чуть попозже. Они там попали, походе. А они что там? У вас тоже поздно заметили, да? Да, он, видите, знак где поставил. Хорошо, что подальше поставил, а то было тут 4 детей пьет. Никакие аварийные знаки не помогли избежать новых ДТП. В течение получаса здесь произошло настоящее автопобоище. Сначала из-за несоблюдения дистанции столкнулись 14 и Калина. Затем, пытаясь объехать эти машины, Лада Приора протаранила Сидиме и Жигули. Разбитый транспорт переградил большую часть дороги, поэтому среди ночи на проспекте «Победы» в направлении улицы Космонавтов образовался автомобильный затор.